Увидел в ленте новостей посты от одного человека про жизнь в Израиле, какие у них бывают случаи, и решил с вами поделиться, потому что нужно иногда и смотреть, как у других, взаимовыручка и чувство одной нации, народа, вот так вот у них есть. И смотрите, вот он пишет, хочу поделиться парой историй из своей жизни в Израиле. Первое, ну вот этот человек на фотографиях, сгорела у меня в машине лампочка в одной из фар, а ездить так нельзя, но у нас тоже нельзя, потому что если фара не работает и в дневное время там заставляли за городом включать, где искать автомагазин я не знал, да и доехать до него как-то нужно. Захожу в ближайший маленький частный магазинчик хостоваров, где была куча всячины. Показываю продавцу хозяину свою лампочку и спрашиваю, есть ли у него такая. Он ее взял в руки, посмотрел, вышел из прилавка и позвал за ним. Вышли на улицу, он открыл свою машину, вынул из бардачка такую же лампочку и дает мне. Я спрашиваю, сколько стоит? Нисколько, просто бери. Но как так? Я не продаю лампочки. Если тебе нужно будет что-то из моего товара в магазине, тогда приедешь и купишь. А это просто бери. Видите, как взаимовыручка, что он то потом докупит лампочку себе, когда будет в автомагазине, но вот он отдал человеку, которому действительно, чтобы не нарушать правила дорожного движения, надо было вкрутить. И вот вторую историю. Поехал он по каким-то делам на окраину Израиль в поселение. Местность была гористая, лето, жара, машина закипела и не просто закипела, а что-то там сломалось. Поковырялся с ней. Подходит местный мужик из наших бывших, русскоговорящий. Тоже они поремонтировали. И вот он спрашивает, где мастерская. Тот говорит, что сейчас пятница, завтра суббота, праздник. Все, закрылись уже. Оставь ключи, приедешь, потом заберешь. Оставил он ему ключи от машины, пошел на остановку. Автобусы уже тоже не ходят. У них тоже выходной начался. А до дома 130 километров. Стоит он на остановке еще с одним, там другой верующий спейсом и большой спортивной сумкой. Вначале он уехал. Полный счастья, что забрали его. А потом он уже сам останавливается. Вот седанчик. Дайхатсу Аплаус. За рулем настоящий израильтянин, именно родившийся там и говорящий на иврите и на английском и не знающий ни одного русского слова. Всю дорогу они каким-то образом общались. Он довез меня до окраины моего города и поехал дальше. На вопрос об оплате он ответил так. «У нас не принято брать деньги, если кого-то подвозишь. Если не хочешь, ты можешь не останавливаться. Но если помогаешь и подвозишь, то бесплатно». Вот обратите внимание на этот абзац. «У нас не принято, если кого-то подвозишь. Если не хочешь, то не останавливайся. Но если помогаешь, то подвозишь бесплатно». А потом ему позвонил мужик из поселения, он пишет, озвучил цену, тот согласился, потом поехал и забрал отремонтированную машину. А потом он приводит историю уже в своем городе в Украине, где помогли женщине машину мужики толкнуть, завести. И потом друг другу говорят, что ж она бы дала нам на бутылку бы чуть-чуть денег, было бы совсем хорошо. Так что просто помочь, видите, у нас и не принято. И вот тоже вот еще у него израильтянка, работавшая преподавателем иврита, удивлялась. Почему вы русские всегда оправдываетесь? Зачем? У нас не принято рассказывать все подробности, почему вы опоздали. Это ваши личные дела. Зачем они другим? У нас говорят, была проблема. Этого достаточно. Вот тоже нам такое нужно внедрить. Вот сказали, была проблема. Почему надо оправдываться, говорить там, троллейбус не доехал, переехал, остановку или что-нибудь такое. Или начинают там другие смеяться, когда вы опоздали с ваших объяснений. И все такое. Вот так вот, видите, такие вот уроки простые. Надо действительно, о том и все говорим, славянство. Но многие отказались от славянства в честь палестинской религии. И вот тоже, смотрите, вот славянство. Слева структура атома, справа древний славянский символ, звезда Руси. Видите, как все было у предков. А ну ж, Эгрегор, какая вера, если палестинская вера, по сказаниям того народа, то вся ваша энергия идет туда. И можно хоть одевать вышиванки или что-нибудь еще, это потом уже вам ничего не поможет. Если вы ходите и в чужую землю отправляете свои просьбы. Вот так вот оно бывает. Так что вот это, думайте над этим. Потому что вот эти все энергетические программы, они не зря запускаются в общество. Они в том числе через телевидение запускаются. И сейчас смотришь, телевизор такие пропаганды дает. И думаешь, олигархи уже и так имеют кучу денег. Так еще столько людям дают рекламы смотреть, еще заработать на своих каналах хотят. Просто я телевизор уже давно не смотрю. Но вот иногда там где-то в полуха слушаешь рекламы, рекламы, рекламы. Это что ж вы, мало того, что вы свои политические цели каналами отбиваете, с помощью потом выборов все, рекламируете свои политсилы и все остальное. Так вы еще потом людей пригружаете рекламой через каждые 40 минут. Сейчас вот заходите на YouTube канал, разноплановые плейлисты открыли на канале. Хочешь про котов, посмотри подборку эксклюзивно. Хочешь про природу. Хочешь про животных. Про Херсонщину. Про здания, вот какие бывают. Какие автомобили. Про легенды. Все есть на YouTube канале. Надо думать, начинать и жить по-новому. Потому что так новая жизнь не придет, если вы не будете соблюдать природные правила. Это в том числе и питание. Если питание неправильно, организм быстро изнашивается и уходит. Так что просвещайтесь, думайте. И будьте всегда жизнерадостны. Спасибо.